Почему погибла подводная лодка Курск? И как не допустить такого будущего? На многих роликах показывают вот такую картинку и говорят, что вот этот торпедой пробили лодку, поэтому она погибла. Но ничего подобного. Здесь отчетливо видно, что никаких следов вот в этом месте взрыва. То есть, если бы здесь была торпеда, то именно здесь был бы взрыв. Взрыва никакого здесь не было. То есть это могло быть только в том случае, если столкнулись две лодки, одна носом, она получила меньше повреждений, потому что меньше ускорения и лобовая нагрузка, она легче выдерживается. А вторая лодка получила удар сбоку и отломилась. То есть, все очень просто. Американцы подплыли слишком близко, чтобы подслушать, что там на учениях в больнице в море. Две лодки, две команды друг друга не заметили. И две лодки столкнулись. Просто для нашей было столкновение неудачное. Американцы отделались просто повреждениями, потом их лодку отремонтировали. То есть та лодка, которая ударилась носом американской, она пострадала меньше, а та, которая сбоку, она разломилась в этом месте и утонула. То есть, там были после этого взрывы торпед, или не были, это уже не имеет значения. То есть важно, как они столкнулись. Одна носом, другая сбоку, и которая сбоку отломилась. С вами был Александр Кушлев. А да, кстати, чтобы такого больше не повторилось, надо перейти от этих подводных водок просто к летающим тарелкам. Как это сделать, можете узнать, пройдя по ссылке в описании. С вами был Александр Кушлев, лаборатория Гангер.